Наше ключевое местописание Ефесянам 5 глава с 18 по 20 стих. Итак, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Итак, друзья, один из вопросов, о котором мы с вами рассуждали, небольшой обзор первой части, что такое исполнение Духом Святым. Исполняться, или на английском написано наполняться Духом, это наполняться чем-то святым, потому что Духи бывают разные, что приносит хорошие результаты, во-первых, самому человеку, который этим наполняется, и людям, которые вокруг него находятся. И это происходит, друзья, благодаря общению с Духом Святым. Дух Святой – это личность, которую нельзя положить в карман, и вот почему это возможно только через отношения. Когда в Писании написано призыв «исполняйтесь Духом Святым», это означает, что это наша ответственность, мы должны что-то для этого делать, чтобы быть исполненным Духом Святого. Крещение Духом Святым – это одноразовое явление, когда человек получает дар говорения на иных языках. А исполнение Духом Святым – это постоянный процесс в настоящем времени, и это должно быть нашим регулярным поиском. Исполнение Духом Святым также имеет две грани. Мы об этом говорили в первой части. Первое – это сверхъестественные духовные переживания. Чаще всего это происходит во время молитвы, или слушания проповедей, или вдумчивого чтения Писания, или, возможно, даже пения, служения. И примеры, которые мы с вами рассматривали, Деяние 2.4, написано, что они исполнились, все Духа Святого, и дальше начали говорить на иных языках. Это было особым переживанием, это было что-то сверхъестественным, это было явно ощутимо, это было для всех явно и видимо. И многие из нас, друзья, пережили подобный опыт своей жизни. И сегодня есть люди во всех разных странах мира, которые тоже пережили подобный опыт. Когда они исполнились Духа Святого и получили дар говорения на иных языках, они также… это было очень ощутимо, это также было очень явно. Я помню, как это было в моем подростковом возрасте. Это было очень такое, что человек не может просто так его не заметить или пройти мимо. И как результат человека, исполненного Святым Духом, он получает дар, о котором мы с вами сегодня читали. Но, друзья, это не только это. Исполнение Духом Святым – это далеко не только. Говорение на иных языках – это намного глубже, намного больше, и оно сегодня доступно для всех верующих людей. Вы знаете, друзья, что многие сегодня люди, возможно, из Писания мы должны еще заметить то, что во время исполнения Святым Духом в этот момент часто Бог употреблял людей, наделяя их особой силой, особой мудростью. И мы об этом тоже читали в Писании, что люди, которые были исполнены Святого Духа, вдруг они делали очень мощные дела для Бога. А у них была сверхъестественная мудрость, в их словах была сила, авторитет, иногда сопровождалось чудесами и так далее. Это все вот эти грани исполнения Святого Духа как сверхъестественные Божьи явления в жизни человека. Вторая грань или вторая сторона медали, что такое исполнение Святым Духом, это наше состояние духовное, это образ нашей жизни, это качество характера, это когда человек духовный, и это проявляется в разных сферах жизни, в разговорах, в тоне, в поведении, в приоритетах. И это приходит как результат нашего регулярного поиска, общения, соединения с Богом через Слово и молитву. И сегодня, друзья, мы также читали с вами в прошлый раз в Писании, что люди такие были тогда и такие люди есть и сегодня, которые были исполнены Духом Святым по жизни. Это был их образ жизни. Деяние 6 написано, «Выберите из среды себя 7 человек, исполненных Святого Духа». То есть это были люди, у которых были качества, которые были видимы для всех. Они как-то отличались, их можно было заметить, и это было не одноразовое явление, но они это имели, это был вот их характер. И вот таких людей Бог ставил на служение, доверяя им особую миссию, это были люди, исполненные Духа Святого по жизни. Поэтому, друзья, исполнение Святым Духом – это далеко не только говорение на иных языках. Исполнение Святым Духом – это вот пребывание в этом общении, в Писании, жить в Духе Писания. Это быть людьми, которые постоянно на связи. И об этой связи, об этих отношениях, написано Ефесянам 5 глава, где мы с вами читали «Исполняйтесь Духом Святым». И вся эта глава, 5, она говорит об отношениях. Весь контекст говорит об этом. Например, 5.24 написано, «Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любите своих жен». Видите, здесь идет речь об отношениях между церковью Христом, между мужем и женой. И дальше, друзья, в этой же главе говорится «Исполняйтесь Святым Духом». Значит, в этом же контексте говорится о отношениях. То есть, исполнение Святым Духом это прежде всего отношения. И у многих появляется вопрос, как это объяснить. Если человек рожден свыше, а каждый человек, который рожден свыше, он имеет Духа Святого. Рождение свыше – это когда человек пришел к Богу, искренне обратился, поверил, раскаялся в своих грехах, он получает Духа Святого. И вопрос возникает, если я уже получил Духа Святого в момент рождения свыше, когда я искренне обратился к Богу в момент покаяния, то зачем мне нужно еще наполняться Духом? Куда делся тот Дух, который я получил во время рождения свыше? Почему нужно им снова наполняться? Если вам это интересно, вы можете об этом послушать. В первой части мы об этом говорили. Для того, чтобы легче понять, что такое исполнение Святым Духом, мы попытаемся это сравнить с брачными отношениями. Друзья, рождение свыше – это все равно, что человек женился. Вот это день вашей свадьбы. Человек пришел к Богу в покаянии. Это был момент, это было искренне, это иногда люди, это для них очень ярко. Вот это день свадьбы, рождение свыше. А дальше отношения с вашей женой – это уже и есть исполнение Святым Духом. Но это уже процесс через всю жизнь. Почему, друзья, на этом примере нам можно это легко более понять? Потому что можно иметь жену и жить с ней под одной крышей, но не иметь с ней никаких отношений. Просто могут быть бытовые, бизнес, деловые отношения. Вынеси мусор, забери детей, заплати счета и все. Хотя официально она там есть. Она там дома где-то есть, сидит. И хорошо, что она там где-то есть, чем-то занимается. Но никаких отношений глубоких, близких абсолютно нет. И когда мы говорим о том, я исполняюсь или наполняюсь своей женою, что имеется в виду? Это имеется в виду, что я наполняюсь общением с ней. Я питаюсь от общения с нею. Я получаю благословение от нее. Она меня укрепляет. Она меня поддерживает. Она или он меня вдохновляет, благословляет. Я в ней нахожу удовольствие. Получаю в разных сферах жизни, интимной жизни, духовной, эмоциональных, в разных сферах, я чем-то обогащаюсь, окрыляюсь благодаря отношениям, благодаря общению, благодаря отношениям с нею. Вот почему, друзья, очень важно понимать, что отношения, и отношения с людьми, и отношения с Богом, они связаны. Ефесянам 4 глава 29 стиха написано, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания в вере». И дальше, «И не оскорбляйте Святого Духа». Странно, идет речь, «Не оскорбляйте Святого Духа», а один стих перед этим говорится о гнилых, плохих, злых словах между людьми. Смотрите, связь. «Людей не обижайте, не оскорбляйте, не будьте грубыми, и не оскорбляйте Духа Святого». Какой вывод? Каждый раз, когда человек кого-то унижает, оскорбляет, обижает, с кем-то имеет споры, психи, конфликт, в первую очередь он оскорбляет Святого Духа. В первую очередь грешит против Бога. А потом уже и против людей. Но в первую очередь нам надо не забывать сначала покаяться перед Духом Святым за то, что мы его оскорбили своими словами, поступками, злыми делами. А потом, конечно же, и по отношению к людям тоже нужно извиниться или навести там порядок. И как видите, что здесь есть связь, отношение снова, отношение между людьми, отношение с Духом Святым, оно здесь как бы все идет очень близко. И дальше, друзья, в других местах Писания написано «не угошайте тоже Духа Святого». Значит, у каждого верующего есть выбор отношения строить или ломать, иметь их или не иметь. Можно жить, как квартиранты в одной квартире с супругом и не иметь никаких отношений близких, хороших, приятных. И можно сказать, и так сойдет, и так можно жить, и так многие и живут. А можно сказать, нет, я буду строить отношения, я буду восстанавливать отношения. Точно так же и с Духом Святым Писание призывает нас восстанавливать, наполняться, исполняться, а любое отношение, любое отношение без общения умирает. Вот почему мы призваны общаться с Духом Святым. Итак, наша вторая часть, как практически исполняться Духом Святым. Многие из нас, мы уже согласились, что это правильно, к этому призывает Писание, в этом есть польза, Бог ничего бесполезного не предлагает людям. Если правильно исполняться Святым Духом, как это на практике работает? Итак, первое я хочу, наверное, подметить то, что многие люди задаются вопросом, как иногда Дух Святой может жить внутри плохих, несовершенных людей. Вас такой вопрос никогда не волновал? Человек покаялся, пришел в церковь, называется верующим, но потом такие иногда дела творит. Вам кажется, как это? Как он называется верующим? Как это он говорит, заявляет, что в нем Дух Святой живет? Так вот, хочу вам, друзья, рассказать, что Дух Святой написано в Писании, что это дар. И когда человек приходит к Богу искренне, когда он переживает вот этот процесс рождения свыше и получает Святой Дух, то ему этот Дух дан не потому, что он стал сразу идеальным, хорошим и совершенным. В этом проявлена, проявляется большая любовь Божья и милость Божья к нам, людям грешным. И когда мы вот сделали этот шаг навстречу Богу, Бог дает нам, Дух Святой, этот подарок. И вспомните себя, как некоторые подарки вы подарили людям, потому что они к вам были симпатичны, они вам нравились, и вы к ним были расположены, и вы им подарили что-то дорогое. А потом вдруг этот же человек, он с вами ай-яй-яй-яй-яй-яй, как поступил плохо. Но правда, вы у них подарок назад не забираете. Не идете, не говорите, так, где мои диваны я тебе подарил. Правда, вы подарили подарок, больно, но вы ему отдали. Хочу, друзья, чтобы мы понимали, что Дух Святой, Он дан человеку не тогда, когда мы достигли совершенства, но Дух Святой дан человеку для достижения совершенства. Без Духа Святого человек вообще не может делать что-то лучшее или исправить себя, стать лучше. ты уже, возможно, много раз обещал, я это делать не буду. Сам себя ненавидишь за какие-то плохие привычки, но ты ничего не можешь сделать с собой. Ты никак не можешь себя запрограммировать, обещай хоть сто раз. Да, хорошо, что у тебя есть хотя бы, ты хоть начал думать в правильном направлении, но сама вот работа внутри, изменение мышления, процесс вот разум, приоритеты, характер, невозможно поменять без участия Святого Духа. Только Дух Святой может трансформировать нас. Вот почему я люблю говорить о Духе Святом, потому что это та личность, которая, во-первых, утешает людей, а все в этом нуждаются, и эта же личность, Дух Святой трансформирует людей. Каждый раз, когда мы с этим соприкасаемся, у нас всегда шанс стать чуть-чуть лучше, благодаря работе и действию Святого Духа. Поэтому, друзья, Дух Святой дан нам, Он помогает нам, нам, несовершенным людям. И вот почему написано, не обижайте Его, не оскорбляйте Его, Он вам дан, это большое богатство и благословение, вы даже не осознаете, какое это преимущество иметь Духа Святого. И Дух Святой нам дан, друзья, не для сохранения. Многие успокоились, я Дух Святой имею, вам его никто не давал на хранение, его не надо охранять. Дух Святой, наша ответственность, написано, не оскорбляйте Его, а вторая, исполняйтесь Духом. Вот ответственность. А исполняться, это значит, должно быть наше какое-то активное действие, что-то должны мы предпринимать, чтобы этим Духом исполняться, и это окажет какое-то влияние на нас. И теперь дальше переходим к практическим шагам. Ефесянам 5, 19, 20, снова этот же призыв, исполняйтесь Духом, как? И дальше в этом же тексте нам даются ответы, практические шаги. Исполняйтесь Духом, как? Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями. Видите, сколько идет, сколько тут много музыки, песнопениями духовными пая и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря за все Бога. Итак, первый практический шаг, как исполняться Духом Святым, он очень яркий, это пение. Пение, друзья, это всегда было присуще христианам. Пение или прославление Бога, это не просто какой-то такой психологический трюк, вот ты там попой и тебе настроение поднимется. В этом заложен большой смысл. Песни есть разные, стиль музыки есть разный, есть пение песни мирские, есть пошлые, а есть духовные. Здесь именно упоминается, что духовными песнопениями. А дальше интересно, здесь написано в сердцах ваших. Как это? Как это петь в сердцах? Вот если вы захотите записаться в хор, вас могут туда не взять из-за ваших музыкальных способностей. Слуха нет. Согласны, не согласны? Извиняюсь, наверное, так будет. А вот если вы прославляете Бога, то здесь это абсолютно не зависит от ваших музыкальных способностей. Потому что написано в сердцах. То есть даже это может быть даже не обязательно вслух, хотя и вслух, конечно, мы поем. То есть это состояние вашего духа, вашей души, это когда человек поет по жизни, поет, потому что у него дух здоровый. Потому что он поет не только в церкви, а он поет и на кухне она, и в машине он она, и в гараже, и по тракам, и в душе он поет. Потому что вот это его переполняет, его дух он здоровый. Я знаю, друзья, что христиане, они по жизни пели. Вот мой дедушка, например, он покаялся, и он жил в семье, бабушка, его жена, она была неверующая, и она всегда моего дедушку унижала, обижала, говорила, что это стыдно, ты позоришь нашу семью, они жили во время гонений в Советском Союзе. И когда мой дедушка молился, а он молился вот так, вот становясь лицом почти на пол, то бабушка говорила детям, моей маме, приди, возьми совок с грязью, с этой пылью и положи ему на спину, чтобы просто чисто его унизить, посмеяться над ним. И моя мама говорит, я вот как ребенок, дедушка, папа молится вот так, вот лицом припал к земле, а она берет совок, веник грязный, и ложит ему на спину, ну и там дети смеются, как дети. Вы представляете, в какой ядовитой атмосфере жил мой дедушка? Но его отличие было в том, что он всегда по жизни пел. Вот всегда пел. Бабушка это раздражало, нервировало, она всегда спрашивала, что мы празднуем, что ты поешь, что ты опять завелся, что мы празднуем? А у него каждый день праздник, просто в духе, в душе, понимаете? Не нужно там календарики, даты специальные, просто в духе. И вот он всегда пел, а она его унижала. Представьте себе, каким ему нужно было быть сильным в духе, чтобы жить в такой ужасной атмосфере, где твои собственные дети над тобой издеваются, ты же их тоже любишь, ты хочешь Богу служить твоему, и вот это ты поешь, и это пение, оно тебя держит. молясь, воспевая Богу, исполняйтесь духом, пая, воспевая, вот он настолько был наполнен, настолько исполнялся духом, что вот эта вся жуткая атмосфера, он был выше. Дальше, когда он приходил домой, он работал на стройке, работало тяжело, раньше этих электрических дрелей там не было, вот он пришел уставший, а она ему говорит, а я тебе не буду кушать, готовить, штунда, ты нас позоришь там, не буду кушать, готовить. Как вы думаете, какая его была реакция? Мой дедушка снова песня, снова музыка, он запевает, закачивает рукава и начинает на кухне готовить все, она его там покрывает, знаете, трехэтажными, а он себе поет и готовит, сготовил кушать и говорит, все за стол и ее приглашает, давайте сейчас вместе все покушаем, смотришь, как будто он с другой планеты, ты что, ты откуда, где, что, ты что, не слышишь, что я тебе говорю, вот вы понимаете, вот это пение в духе, это не было какое-то служение, там сказали, встали, сели, споем, это просто вот жизнь человека, который проходил такие страдания и унижения, вот он по жизни пел и не унывал, он был настолько исполнен, наполнен, что ему это давало силы, давайте посмотрим примеры из Писания, помните, Павел и Сила, тюрьма, Деяние 16 глава, написано, они были, их ноги были закованы в колоды и они в полночь, что они делали, молясь и дальше что, сюрприз, снова песни, пели, молясь, воспевали Богу, как же это, друзья, интересно, вы представляете себе, как это, в тюрьме тебя замучили, ты голодный, ты там побитый, не знаю, в 12 часов ночи вдруг пение, воу, ну вы представляете, друзья, как на это реагировали там вот эти заключенные, кто-то там уже лет 10 просидел, в жизни не слышал, чтобы кто-то там пел в тюрьме, а еще такие песни какие-то другие, ты знаешь, такие, какие-то духовные песни, какие-то такие успокаивающие, а что вас, друзья, а что вас не трусит, а что вы не нервируетесь, а что вы не проклинаете, не посылаете их всех, а почему вы поете, вот правда, аж нам хочется спросить, откуда у вас такие песенки появляются в таких вот ситуациях, вы понимаете, друзья, вот люди, исполненные Духа Святого, вещи, о которых мы говорим сейчас очень простые, с одной стороны, теория, ну просто, ну проще не бывает, а практика, это уже другой разговор, исполняйтесь Духом, поя и воспевая, псалмы, песни духовные, везде, на кухне, в тюрьме, в подвале, везде, и вы представляете, друзья, когда христианин по жизни поет, он непобедим, когда он по жизни поет, его дух не может быть сломлен, вы знаете, что наши деды, прадеды, которые были в тюрьме за веру в Бога, что же они там делали, они же тоже там пели, тихонечко, а вы знаете, как в Китае христиане выживали, кто знает, знаете, как они пели, молча, есть такое, такой факт называется silent worship, то есть прославление Бога без слов, то есть им там нельзя, их там за это убивают, забирают, и вот они вот стоя, и представьте себе, но без слов, но все лицо, глаза, сердце, душа, все кричит, Бог мой, я тебя прославляю, в душе, в ду, мой дух поет, вот почему, они непоколебимы, исполняйтесь духом, поя, воспевая в сердцах ваших, в сердцах, вот как в Китае поют, в сердцах, не обязательно иметь красивый голос, главное, чтобы твой дух был здоровый, представьте себе, друзья, чтобы мы пели, хотя бы в трафике, нормальный пример, или неудачный, ну или вот мы нам, Старбакс нам не выдали за 5 минут, и мы начинаем тоже петь, вообще мы по жизни поем, вы согласны, просто чуть-чуть, не та тональность, или не те песни, но мы поем, и уже кто-то иногда слышал, да хватит мне эти твои песни петь, опять начало, и оно, мы же понимаем, что все равно мы по жизни будем петь, какую-то песню нам все равно, мы поем ее, есть слух или нет, а мы поем и поем, а тут раз так, ну пойте песни правильные, духовные, которые вас же будут и вдохновлять, это же и поднимает твой дух, когда христианин поет по жизни, это говорит о его духовной зрелости, вот люди, которых вы знаете, которые прошли очень трудные испытания, страдания, но они могли петь, они были исполнены Святого Духа, наполнены, друзья, вспомните, первые христиане, первая церковь, Нерон, Рим, Арены, что они делали, вы замечаете, то есть вот как все идет, этот цикл повторяется, верующие люди, они по жизни поют, хотя кажется, смерть смотрит им в глаза, а они поют, не сломался их дух, вот почему, друзья, как важно, когда мы находимся здесь в церкви, у нас есть время для пения, прославления, не пережидать это время, не надо его мучить и ждать, вот, кто-то не поет иногда, потому что ему, или он на телефон отвлекся, или же ему там музыка не нравится, стиль не нравится, солист не нравится, что угодно не нравится, вот прославление, и вот, и кажется, если твой дух бы пел, без разницы, какой стиль, даже если тебе он не нравится, вы думаете, что наши христиане, верующие, когда сидели в тюрьме за Бога, и там им врубали мирскую музыку, и они молились во время этой музыки, или пели свои песни, думаете, их устраивал стиль, и атмосфера устраивала, но они в позу не становились, потому что дух был другой, был этот дух наполнен чем-то другим, вот почему и позиция была другая, правильная, на лице это было написано, в словах это выражалось везде, вот почему, друзья, нам очень важно понимать, что о пении идет речь, о пении в духе, в душе, внутри, когда человек имеет здоровые отношения с Богом, когда он на связи, когда он наполнен вот этим духовным, исполняйтесь святым духом, святым, святым наполнен, то от тебя и выходит тоже святое, позитивное, хорошее, и это вдохновляет, друзья, не только тебя, но и тех, кто вокруг тебя, поэтому всегда, когда ты в церкви находишься, в момент пения прославления, если ты искренне поешь, если ты честно Богу, и ты говоришь слова, ты всем сердцем, ты ему выражаешь эту благодарность своим пением, ты в этот момент, я не знаю, в какой момент ты можешь исполниться святым духом, то есть дух святой тебя настолько исполняет, что ты тогда, у тебя меняется внутреннее настроение, меняются твои глаза, твое лицо, твое настроение, все меняется, потому что ты исполнился святым духом, мы призваны этого искать, искать, дальше, друзья, в этом же отрывке написано, молясь, воспевая, назидая самих себя, оказывается, есть упражнения, которые сами тебе помогают, вот как бы, это же ты сам для себя делаешь, с одной стороны, ты Бога прославляешь, а с другой стороны, ты сам себе делаешь терапию, рецепт, который сам Бог дает, назидая самих себя, или по-другому строй, как бы сам себя строй, восстанавливая, что там у тебя внутри развалилось, назидая самих себя, это значит, наполняя себя правильным контентом или содержанием, значит, сюда могут входить и проповеди, возможно, и псалмы, и прославления, то есть духовный контент, когда в тебя входит, когда ты этим наполняешься, то потом этим же живешь, дышишь и говоришь, вот почему написано, исполняйтесь, правда, вы, наверное, помните такие моменты, когда вы спели какой-то, даже, возможно, старый какой-то гимн из песни Возрождения, и потом смотрите, вау, как какой-то дух поднялся, крылья как будто выросли, как будто пришел какой-то покой, и ты даже не знаешь, с какой трубы на тебя подули, ты понимаешь, это внутри процесс происходит, радость, лицо, глаза меняются, после чего, после песни, вот в духе, в сердце, вот почему написано, молясь, то есть воспевая в сердцах ваших, пойте псалмы, песнопения духовные, пойте по жизни, это практические шаги, как мы можем исполняться, или наполняться святым духом, я думаю, потому что все не против, только времени на это нету, все не против, только времени на это нету, вот почему по жизни мы все равно поем, просто песни разные, другие, а Писание призывает нас, пойте правильные песни, и так первый пункт, как нужно исполняться духом на практике, это пение, шаг номер два, это благодарность, благодарность Богу, и здесь тоже, это из этого же текста, Ефесянам 5 глава, с 19 по 20 стих, и так, исполняйтесь духом святым, поя песни, славословия, и дальше 20 стих, благодаря всегда за все Бога, интересно, благодаря всегда, еще более-менее так, нормально, когда настроение хорошее, можно благодарить Бога, но когда написано за все, это уже уровень 2, потому что не за все нам хочется благодарить Бога, особенно, когда нам непонятно, непонятно, больно, и тогда у нас возникают и претензии, написано в Писании, за все благодарите Бога, ибо такова вас воля Божья, она очень ясная, в некоторых принципах, сферах жизни, ее даже не нужно искать, вот эта воля Божья, для каждого христианина, это должно быть нашим ДНС, ДНК, это должно быть частью каждого верующего человека, за все благодарить Бога, это вот знаете, когда вы ребенку что-то не даете, не разрешаете, а ребенок начинает психовать, капризничать, плакать, падать, не знаю, истерику закатывать, а вы думаете в своем разуме, а ты еще должен быть мне благодарный, я с тебя человека делаю, воспитываю, учу ему разуму, и это тебе во благо, понял, будь благодарный, всегда и за все, как вам тинейджер отреагирует, спасибо папочка, понимаете друзья, вот так иногда бывает у нас и с Богом, у нас с этим нашим ребенком, там лет 20 разница, да, и у нас уже непонимание, хотя мы понимаем, что он должен быть таким нам благодарным, а он этого вообще не понимает, а тут вдруг мы Бога поставили на один уровень, а у нас с Богом все-таки отрывок больше, чем 20 лет, да, и мы так думаем, ну вот я не понимаю, то вот я вот, вот друзья, здесь и есть проявление нашей веры, когда ты благодаришь Бога, в этом проявляется твоя вера, когда ты даже не все понимаешь, но ты доверяешь, доверяешь, что он знает лучше, больше, он Бог, а я просто человек, поэтому, друзья, Ефесянам, 1 Фессалоникийцам 5.18 написано, за все благодарите Бога, ибо такова у вас воля Божья, и сразу же после этого написано, Духа не угошайте, опа, сразу, сразу делаем связь, сразу смотрим внимательно, смотрите контекст, параллель, будьте благодарны, и это влияет на Духа Святого, будьте благодарны, за все благодарите, и Духа не угошайте, оказывается, благодарность имеет прямое отношение к Духу Святому, снова же, возвращаемся к этому же тексту, исполняйтесь Духом Святым как? Пая и воспевая, шаг 1, шаг 2, за все и всегда, благодарите Бога. Да, друзья, мы призваны быть благодарны, мы даже не представляем, сколько мы имеем здесь, в этой стране, мы просто забылись, иногда, из такого слова плохого, я этого не говорил, зажрались, просто мы настолько вот в этой стране, как бы купаемся, мы не осознаем, сколько мы имеем, и часто не благодарим Бога. Вот я недавно вернулся из Кубы, мы там ездили, три точки объехали, чтобы купить элементарной воды, понимаете, друзья, там люди радуются тому, что они что-то достали, вы пошли купили там мясо, курицу, пошли купили там лавровый лист, а там нужно это достать, вот ты понимаешь, это вот по блату там какие-то там, и ты достал, и идешь и радуешься, просто радуешься, вы представляете, сколько там поводов для радости, все что-то купил, ты достал, так по блату, это вау, а мы здесь что? Достаем друг друга, так получается, остальное мы уже все достали, вот даже как будто и порадоваться нельзя, так получается, вот друзья, все в перспективе, сравниваем, и получается, друзья, что да, нам просто нету, у нас нету просто шанса, права на то, чтобы не быть благодарным Богу, Христос, он на своем примере, собственно, нам показал, как благодарность работает, вообще на практике, помните два ярких момента, что Иисус Христос сделал на земле, когда у Него были нужды большие, первая история, это когда Иисус накормил 5000 людей, кто помнит, какой была Его молитва, вспоминайте, вспоминайте, молитва была короткой, имейте в виду, не все молитвы Иисуса Христа, записаны в Писании, почему-то именно эти записаны, его молитва была очень короткой, и он поднял эти корзины, и написано, воздав благодарение, и так вывод, была нужда, серьезная, 5000 накормить, я думаю, вы бы тоже растерялись, да, вот, нужда серьезная, потом молитва короткая, и дальше, чудо, решение проблемы, нужда закрыта, второй пример, помните, исцеление Лазаря, это трагедия, и какой была молитва Иисуса Христа, кто помнит, если интересно, можете сделать для себя, research, исследование, молитва была тоже очень короткая, написано, он просто, сказал, благодарю тебя, отче, он поблагодарил Бога, можете проверить, какая была его молитва, вот вам два ярких примера, смотрите, какая большая нужда острая, какая молитва короткая, и какое решение, ответ на нужду, но главное, какой метод, какой метод, вот снова, благодарность, благодарность, друзья, это и есть проявление нашей веры, оно ее активирует, вот почему, друзья, вот эти люди, благодарные, которые по жизни поют, и благодарят Бога, они непоколебимы, их могут убивать, но их никогда, их веру не сломают, их дух никогда не сломают, вот это люди, о которых написано, исполненные духом, помните, Стефан, его побивали камнями, а он исполненный духа, не страшно, исполненный духа, вот, друзья, к чему нас призывает, Писание, вот почему, друзья, прославление для нас очень важно, потому что прославление объединяет две вещи, это пение и благодарность, здесь два сливаются в одно, когда мы Богу поем, и этим выражаем Ему почтение, благодарение, мы Его прославляем, вот когда эти два соединяются, мощные вещи происходят не только на земле, но и в духовном мире, помните, помните, когда апостол Павел и Сила, они пели в тюрьме, то вы помните реакцию, вы помните, какие действия произошли потом, сверхъестественные действия, когда люди исполняются святым духом, знаете, это влияет и на духовный мир, это влияет и на духовный мир, и на нас, это не только нас заряжает, это людей окружающих исцеляет, мы по-любому чем-то питаемся, мы по-любому чем-то наполняемся, мы по-любому чем-то заряжаемся, вопрос чем, сегодня мы с вами уже знаем из Писания, что на практике, чтобы исполняться духом святым, шаги они простые, пение по жизни, на кухне, в гараже и везде, и второе, это благодарное сердце, всегда и за все, всегда и за все, в третьей части мы с вами поговорим о еще некоторых практических шагах, как исполняться духом святым на практике, и мы также с вами поговорим о том, почему дух святой противопоставляется вину, написано не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, а почему такое сравнение, об этом в третьей части, а сейчас друзья, хочется каждого из вас призвать, пригласить о том, чтобы мы в жизни своей, лично, когда ты будешь дома сам, в понедельник и в среду в своей комнате, чтобы ты запел, в тайной комнате, чтобы это тебя наполняло, чтобы это тебя исполняло и переполняло, и это то, что несет жизнь, утешение, силы по жизни, это то, что делает людей непоколебимыми, это таких именно людей Бог употребляет, именно таких, исполненных святого духа, им есть что дать, им есть что сказать, они твердые люди, они с Богом на связи, они имеют личные и стабильные отношения с духом святым, не зря апостол Павел говорил о том, что благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и дальше и общение святого духа да пребудет с вами, общайтесь с ним, это очень классная личность, вы даже не представляете, какой потенциал мы имеем, общаясь и наполняясь духом святым, аминь.